Только с начала этого года произошло 15 случаев. Украли одну коляску и 14 велосипедов. По словам полицейских, злоумышленниками становятся не только молодые люди, но и люди преклонного возраста. Участковые начали свой рейд от детского мира, где раздали листовки прохожим, разъяснив им правила безопасности. В первую очередь нельзя оставлять велосипед или коляску в подъезде или около дома на ночь. Даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, необходимо забирать его домой и поставить, например, на балконе. Кроме этого, во многих жилых домах есть запираемые подвалы. У каждого жильца есть право оставить там велосипед или коляску. На проспекте Кирова, где правоохранители раздавали листовки, они остановили несколько человек с колясками и велосипедом. По словам людей, они с кражами не сталкивались. Вы всегда пристегиваете? Конечно, всегда. Ну вот видите, вот ростик висит. А вы ездите пристегиваете или может быть гараж? Везде. А были случаи вообще такие, вот когда воровали, может быть, у вас коляски? Нет. А вот куда выставили? Я не отхожу никогда. Когда ребенка убираю, то сам в ней сплю. Случаев таких не было. У нас железная дверь, поэтому у нас стоит в общем коридоре за железной дверью. Затем участковые прошли по домам. На улице Большая Казачья полицейские встретились со старшими по дому. К счастью, в нашем доме ни колясок, ни велосипедов не крали. У каждого подъезда есть доска объявлений, на которой информация вывешивается. Люди у нас гуляют по двору, потому что вместо ездя погулять, они читают, они обсуждают. Если есть какие-то вопросы, будут обращаться. И еще одно правило. При покупке транспортного средства в интернете обращайте внимание, есть ли на велосипед или коляску документы. И на цену. Если она слишком низкая, то, возможно, транспортное средство ворованное. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24.